Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – структура веб-документа. План темы – введение в язык HTML, заголовок документа, основная часть документа, создание веб-страниц с помощью гипертекстов языка HTML, функций и команды языка. В 1989 году Тим Бернесс Ли предложил руководству Европейского института физики частиц концепцию информационной системы, построенной на принципах гипертекста, названной в World Wide Web. Гипертекст – это документ, состоящий из текста, изображений, звука и видео, содержащей гиперссылки для перехода к другим ресурсам. Для создания гипертекстовых документов было разработано специальный язык гипертекстовой разметки документов HTML. Веб-страница – это наименьшая единица 3W. На ней может быть размещено все, что угодно – текст, графические изображения, звук, анимация, движущиеся картинки и главные гиперссылки. Средства создания веб-страницы HTML. HTML – стандартный язык разметки документов во всемирной паутине. Большинство веб-страниц создаются при помощи языка HTML и UX HTML. Язык HTML интерпретируется браузерами и отображается в виде документа, в удобной для человека форме. Тег «Более правильное название дескриптов» – элемент языка разметки гипертекста. Язык HTML не является языком программирования, он предназначен для разметки текстовых документов. HTML состоит из тегов. Основным назначением HTML тегов является указание области действия тех или иных правил разметки документов. Большая часть о том, что HTML тегов состоит из двух частей – открывающийся тег и закрывающийся тег. Совокупность веб-страниц, объединенных какой-либо темой или принадлежностью одному владельцу, связанных общей схемой оформления и внутренними гиперссылками, называется веб-сайт в любом узлом. Домашняя страница веб-сайта – это стартовая страница, которая автоматически открывается при подключении к этому сайту. Программа, предназначенная для доступа к информации, размещенная в 3W, называется браузером и является средством для просмотра веб-страниц. Встречается также термин «браузер». HTML-документ – это файл с расширением HTML и HTML. В документе, что мыло, обычный текст, определяющий содержание документа, сочетается с элементами разметки тегом или тегами. Теги отвечают за форматирование документа. Теги могут быть парными или непарными. Теги начинаются с левой главы скобки и заканчиваются правой главой скобкой. Между скобками записывается имя тега и при необходимости дополнительные параметры – атрибуты тега. Атрибут тега состоит из имени, знака равенства и значения, которое задается строкой символом. Здесь приведен формат применения атрибутов для тега. Значит, записываем имя тега, далее в угловых скобках записываем имя тега, далее атрибуты и ставим равенства, затем значения пишем. Например, тот приведен в тег HTML, но тут атрибутов нет. Значение атрибутов обычно заключается в кавычке. Парный тег состоит из закрывающего тега и закрывающего тега, у которого перед именем отображается символ. Например, слэш-штамейл. Закрывающий тег сигнализирует об окончании области действия тега. В языке штамейл именно тегов можно написать в любом регистре, так что теги, записанные разными буквами, заглавными, строчными, они будут всегда эквивалентны. Поскольку символ, скобки воспринимаются браузерами как начало и конец тега, эти символы и некоторые другие не будут читаться. Стратеги можно разделить на структурные теги, разметки, гипертекстовые ссылки, закладки, формы для организации диалога. Структурные теги описывают общие свойства документа, например, его название или используемую кодировку символов. HTML, открывающий и закрывающий тег являются признаком начала и конца документа. Head – это пара тегов, указывает на начало и конец заголовка тега документа. Помимо наименования документа сюда заключается служебная информация. Текст, размещенный за тегом title, отображается в заголовке окна браузера, и печатается в верхнем углу каждой страницы крива в вводе и документы на принтер. В вводе – это пара тегов, указывая на начало и конец тела HTML документа. Все, что заключено между этими тегами, определяет информацию, отображаемую в окне браузера. Frame Set определяет расположение кадров страницы. Кадры – это перекрывающаяся область окна браузера, в которых возможно одновременно отображение нескольких документов. Структура HTML документа имеет следующий вид. HTML – это тег. HTML – это тег. в области заголовка веб-страницы титул структуры веб-страницы титул элемент для размещения заголовка веб-страниц строка отображается в заголовке окна мета этот текст несет служебную информацию и не отображается в экране браузера в данном случае идет речь о кодировке веб-странички вам достаточно весь каждый раз вставлять этот текст в таком виде на свою страничку когда ваша страничка будет использовать кодировку windows 1251 наиболее распространен на сегодняшний хит конец области заголовка веб-страницы body начало собственно содержимого веб-страницы конец содержимого веб-страницы и конец штаммил документа атрибуты тега body биджи color устанавливает цвет фона документа используя значение цвета в виде rgb или английское название цвета текст устанавливает цвет текста документа также использует значение rgb линк устанавливает цвет гиперссылок blink устанавливает цвет гиперссылок на который вы уже побывали background фоновое изображение тут приведен пример биджи color и текст имеет и вот значение порядок создания штаммил документа открыть любой текстовый редактор например блокноут либо not++ набрать и штаммил код сохранить текст документа задав имя и решение html и html запустить браузер в любом браузере начинает этот спойлер гугл яндекс опера мазила вот по умолчанию вот с помощью его можно пускать открыть файл созданные вами документы используя команду файл открыть кнопку обзор посмотреть получившиеся веб-страницы при необходимости вернуться в блокноту для редактивным документом для этого выполнить следующие действия выполнить команду вид просмотра штаммил кода отредактировать документ сохранить на диске команды файл сохранить закрыть приложение блокнота браузере нажать на кнопку обновить повторять последние действия до достижения нужного результата в браузере не проверять правильность написания кода штаммил и Неправильно записанный код браузером игнорируется. Отличие версии HTML. Каждая новая версия включила дополнительные теги, атрибуты, некоторые признавались устаревшими. Основная тенденция развития языка HTML заключалась в стандартизации синтаксиса и версии HTML документов. Из-за многочисленных условностей при версии допускалось большое количество ошибок. Было принято решение бороться с этим в результате синтаксиса языка, а HTML стало более строгим. HTML 5 отличается от HTML 1 только в отличие новых тегов. Выбираем доктайп. Каждый HTML документ должен начинаться со строки доктайп. Она говорит браузеру, какую версию HTML использовали при создании HTML страниц. Если не указывать разные браузеры, будут вести себя по-разному. Для HTML 5 можно написать в доктайп. Редакторы для версии, конечно, свертать в HTML документ можно и в блокноте. Основное достоинство таких редакторов – подсветка HTML кода, что позволяет сразу определить, где в коде находятся ошибки. Это позволит минимизировать количество ошибок в HTML документе и украсить его создание. Редакторы для версии над PlasPass, PHP Designer Pro, Adobe Drive Reaver, HTML Pad, Edit Plus. Валидаторы – сервисы интернета, проверяющие HTML документ на ошибки и исследования правил обо выбранном доктайпе. Как правило, большинство ошибок в HTML документе не сказываются на его отображении браузеров. Валидатор предназначен прежде всего для разработчиков сайтов. Наиболее популярным валидатором являются следующие сервисы и программ ТИДы, и можно скачать со следующего сайта. В языке HTML все, что вводится в HTML документе, будет выводиться на экран браузера с сплошным текстом. То есть переводы строк игнорируются и не влияют на отображение текста браузером. Несколько идущих подряд пробелов заменяются одним. Если браузер встретит какой-либо известный ему тег, то проигнорирует его. Типы тегов на основе назначения тега, либо его поведения. Теги верхнего уровня, теги из которых состоит базовая структура документа, его каркас, то есть определяющий раздел заголовка и тело документа. Это HTML, HTML и BODY. Теги, заголовка документа. В данной группе относятся все теги, которые указываются внутри тегов. Титл, мета, линт и так далее. На этом сегодняшняя наша лекция завершилась. Спасибо за внимание. Сегодня мы рассмотрели языка Аштамил, его теги, структуру тегов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...